Привет, добро пожаловать во влог. Сегодня у меня обычный рабочий день. Я очень рада, что сегодня уже четверг, потому что я очень устала. На этой неделе было много дней, когда мне нужно было куда-то бежать. Вчера был выходной, мы с сыном ездили по очень важным делам. Весь день на ногах, вечером поздно приехали, и сегодня я очень устала. Скоро пятница, выходные. Надеюсь, что они удадутся. Удастся? Удадутся? Сейчас я поработаю, побегу за сыном в школу. Опять домой работать, и надеюсь, вечером получится сходить в спортзал. Пришел бьюти-бокс. Вот look fantastic. Такой увлажняющий массажный кусочек. Невероятно вкусно пахнет лавандой и генералим. Я его вытаскивала, и на самом деле где-то он по дороге подтаял, размазался. Очень маслянистый. Не терпится попробовать. Никогда такого формата не пробовала ничего. Так. Питер Томас Руд. Маска с розой. Гелевая. Пудрочка такая для лица. Интересная штука. Кристофер Робин. Это очищающая паста для волос. Классно пахнет розочкой и выглядит вот так. Надеюсь, мне подойдет. Аромат просто какой-то нереальный. И еще одна вещь. Гель для мышц. Успокаивающий, расслабляющий. Классно пахнет лавандой. Последнее, что пришло в этом бьюти-боксе. Такая кисточка. Пушистая. Для того, чтобы растушевывать. Наверное, тени. Мягкая. Достаточно пушистая для теней. Не знаю, что это за бренд. В принципе, у меня с кисточками все в порядке. Попробуем. Очень мягкая. Только что помыла волосы этим бальзамом. Который пришел мне в бьюти-боксе. Сказать, что я в шоке. Ничего не сказать. Это обалденный просто продукт. Я получила такое удовольствие. Это как сходить в спа на массаж головы с дорогущими средствами. Запах просто бомба. Если вам не нравится запах розы, конечно, вам лучше этого продукта избегать. Но у меня просто вся ванная комната сейчас благоухает. Консистенция. Само нанесение. Пена. Весь процесс и запах. Это просто спа дома. Хочу себе теперь полноразмерный продукт. Выглядит внутри. Написано в инструкции, что на одно применение достаточно одной столовой ложки продукта. Но на самом деле на мою голову, наверное, можно меньше. Потому что я нанесла... Да, киса! Да, киса! Нанесла примерно столовую ложку. И этого было, мне кажется, многовато. Да, киса! Киса разговаривает! Киса! Киса! Kind of a one-off thing, really what this special project refers to is a course that I produced for Domestika back in February. I don't expect this is something that I'm going to do again, at least not right away, but I really appreciated it as an opportunity to get a trip to Spain. And I really liked the course that I produced. It was a really fun process to put it together, and it's super affordable. So if you want... Не могу выбрать себе сапоги. Моим пришёл конец. Что-то ничего не нравится. В Сенсей уже весна и Пасха. Пасхальные гномики. Я нашла сумку своего размера, в которую даже помадка не помещается. Какая она классная! О, черепак! Катя, я хочу... Сколько центов? У тебя же бусинки есть? Возьми себе. Зелёные бусинки есть. Покажи, покажи. Мы с Анютой зашли случайно в магазин, бус и всяких штучек для украшений. Смотри, Анют, крылышки. Можешь ещё голову Будды взять? Совочки, смотри. Анют, вот ещё такие есть, смотри. Деревья есть. Поленка, в пупы и приходили в дуршку и чьи. Открывай. Бабочки, сирикозы. Всякие разные. Вот это тоже классная штука, кстати. Бесконечная штука. Бесконечная штука есть. Давай ещё просмотрим. Золотая Будда. Смотри, какие вот эти штучки красивые. Как монетки. В общем, да, мы с Анютой случайно наткнулись. Подковы. Интересно, они пластиковые? Она пластиковая или металлическая? А металлическая? Ну, наверное, тут 10 центов. Какая брошка, смотри, повесить и... На шарф, кстати, можно. Рачочки всякие. Где? Где таксы? Балерина. Подожди, тихо. Бабочки. Они-то бабочки. Ладно, я не фанат брошек, но всё равно это красиво выглядит. Котики. Тихо, стой. Котики. Они у них были. Скрипки. Смотри, какие красивые они, вот смотри. Котики. 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 Блин, прикольно. Котики. Вот это классная брошка. Смотри. Ежики. Сестра в семье выстрелы. Да. Офигеть. Шляпки. Вот эти дерева красивые. Вот это красивые. Анюта себя выбрала. Брошечку. Шарфик будет закалывать, который все время у него сваливается. Плохо, держи. Вот эти круто будут. Смотри. Похожи на булгари. Мне понравится, Катя. У тебя похожи на лис. Бабочки. Анюта, смотри, какие мишки. Блин, я все хочу. Я отсюда просто так не уйду. Катя, давай ты это видео удалишь, чтобы никто ничего не знал. Нет, смотри. Это наше вместо. Смотри, сердечки с глазами. Я же не могу так много. Шаос. Катя, смотри. И недорого. Слушай, тут все недорого сравнительно. Ну, потому что это бижутерия. Надо только смотреть, чтобы аллергии не было. Смотри, какие лепесточки. Ой, муклы. Ой, что это? Колечко. Колечко пошло? Да. Сейчас. Ё-о-о. Аня, какие... Смотри, они реально как конфетки. Тут, наверное, даже дешевле все эти бисеры покупать, чем... Бусики. Смотри, как же, наверное, бисеры выгоднее покупать еще. Конечно. Я паку вам с 15 евро. Ну, я не могу. Катя, да. Это Минералда стоит. Кристалл. Ой, Грилл, смотри вперед. Ты сам, ты первая посмотрела. Он тебя не так будет записывать. Короче, мы с Анютой шли, шли и вообще... Ну, как бы... За обувью. За обувью шли. И наткнулись на волшебный магазин. Я уверена, мы сто раз проходили тут мимо. Лайми и Гастунда. Санюта, почему мы не были в Лайми и Гастунду? Да, в 10-12, когда у меня пара, спасибо. Короче, да, и мы с Анютой нашли ужасный, просто ужасный, отвратительный магазин, в котором стоят всего. Да, и классный, красивый. Магазин с пуговками. Ну, ужасно, это был сарказм. Нет, уж туда мы точно... В пуговки мы точно не пойдем. Вот, да, и мы напокупаем всего чего. Ну, там стояка все красиво, там еще можно покупать. Я надеюсь, что у нас получится сделать себе там сережки всякие, подвесочки. Короче, все для... Рукоделие. Я хочу опытную... Бусинки, камни, камни натуральные. Да, надо будет купить. Я опытная в этих крючочках, потому что я все ключи... Ну, я тоже могу что угодно соединить, так что... Ну, будем думать, будем посмотреть. Показываю то, что я купила. Я не знаю, где дочкины покупки. То, что у меня вышло в этом магазине. Я купила набор таких вот колечек для соединения с сережками или с... Ну, вот с такими петельками. Или для подвески. Купила такие вот подвесочки разные. Эту я вообще пришью куда-нибудь к одежде. И купила еще такую вчера вечером лотос. Прицепила к веревочке. Эту веревочку я тоже купила в магазине. Единственное, конечно, колечко нужно другое. То есть... У меня мысль была, что я куплю одну веревочку и соединительное колечко побольше. И смогу на эту веревочку менять подвески. Потому что здесь достаточно широкая цепочка. Чтобы они налезали. Но на самом деле это колечко выглядит не очень. То есть надо такое вот совсем аккуратненькое колечко, чтобы... Ну и тогда, соответственно, веревочек много надо купить. К каждой подвеске по веревочке. Купила еще вот таких вот а-ля резиновые собачки надувные. Но мне, опять-таки, колечка для соединения не хватает. Поэтому я вчера не сделала эти сережки себе. Но я вчера себе сделала сережки кока-кольные мишки. Взяла именно кока-кольные, потому что там он самый любимый. И он выглядит как самый натуральный. Все остальные тоже были крутые. Крутых цветов всяких интересных. Но я выбрала прям так, чтобы натурально казалось, что это настоящий. Мишка у меня на сережке прицеплен. Вчера переменила. Выглядит очень весело. Купила в Максиме по наклейкам две Дармо подушки. Одну себе, другую сыну. Хотела вот эту себе. Потому что я люблю такие подушки. А вот эту хотела сыну. Но на самом деле она такая огромная. Я не знаю, как она у ней будет спать. Скорее всего, мы поменяемся. Если я на этой спать не смогу, я ей мужу отдам и куплю себе еще одну вот такую. По ощущениям, вот эта вот суперская, конечно. Но надо с ней поспать и с подушкой никогда не угадаешь, как она будет вообще по ощущениям. Вот так вот. В магазин не пойдешь, так сразу как минимум 20 евро варенье. Буду печь блинчики завтра в утром, наверное, если что. Вкусняшка, заначка, самый вкусный карамельный попкорн, который можно купить в магазине. Самый классный ржаной хлеб, вкусный рис. Беру всегда басмати, анюти йогурт, дочке мюсли, хлебный суп. Очень захотелось. Яблоки, апельсины. Посмотрим, сколько выйдет. Очень захотелось газировки, но не хочется сахара. Ну, в принципе, только у Сан-Пелегрина меньше всего сахара. Не устояла, взяла два Сан-Пелегрина. Один с панело и один с гранатом и апельсином. Ни разу не пробовала. Взяла еще рыбные палочки. Первый раз такие беру. В общем, короче, сколько это все выйдет. Я, как всегда, конечно, нагрузилась. Пошла за хлебушком и йогуртом без добавок. В общем, ушла с двумя большими пакетами. За все заплатила 23 евро 42 цента. Наркотик Делайк. Вот и нить его. Очень интересный аромат. И фруктовый, громкий. Надо разнюхать. Распробовать его поближе. Новый Монталь. Вообще не поняла. Вообще конфетками не пахнет. По крайней мере, на первый затест, на первое знакомство. Конфетками не пахнет. Очень свежие. Слегка-слегка сладенькие. Пахнет чем-то гурманским таким. Слегка-слегка съедобным. И, по-моему, цветами. Надо посмотреть, что по пирамидке. Хочу себе что-нибудь из нишан, но определиться не могу. Столько всего здесь интересного. У нас воскресный солнечный день. Будем смотреть сериальчик. И зажгу свечечку, которая давно уже лежит у меня в ящике, который мне подарили на день рождения коллеги. Но я её хранила для особого случая. Я думаю, что сегодня у нас такое праздничное настроение. Помоги открыть. Да, мне ещё делать какао из 100% молока, ноль воды. Да, в общем, будем пить чай и кофе. Вау, фитилёт какой-то. Не надо бы этого немного обрезать? Надо, наверное. И будем вдыхать вот это вот аромат. Ой, наверное, с лавандой. Она вообще, с чем она только не есть. Как она называется? Давай сгрызём просто. С чем она? Из соевого воска. Интересно, если отсесть, оно по вкусу как много будет? Ой, смотри, тут даже зёрнышко. Да, в общем, красота. И у нас до сих пор есть домик из пиперкукус, который нужно склеить. Я надеюсь... Потому что мы очень актуальные люди. Я надеюсь, я сегодня его сделаю. Это же гирлян до сих пор. И этот подносик, какой он, из гранита, пригодился. В общем, он очень такой прикольный, удобный. И безопасно на него ставить свечки, даже если протепёт воск и ничего не загорится. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Это выше моих сил. Я не знаю, как это собрать, чтобы оно не развалилось. Всё, я сдаюсь. Едим так. Мы разбудили улиточку. Несколько дней спала. Прошлось будить. А то она невеста. Красавчик. 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 Продолжение следует...